СПОРТВЕЙН Вспомнив успех фильма о приключениях электроника, молдавские ученые в срочном порядке взялись за создание собственной версии мальчика-робота. Результат получился не хуже киношного аналога. Красавец, спортсмен, вратарь команды высшего дивизиона. Одна беда. Как и железный двойник легендарного Сыроежкина, молдавский вратарь-робот, получив мяч, тут же забивает его в ближние к нему ворота. То есть в свои. И как тут не вспомнить сакраментальное... Хюрбан железный, чтоб ты назовел. Ты худший из запасных пятого звена, душат приступы к клаустрофобии в хоккейном шлеме, а летящей шайбы боишься больше всего на свете? Клуб анонимных хоккеистов собирает друзей. Приди и убедись, каким бы слабым ты ни был, у нас найдутся и послабее. А если нет, специально для тебя мы оденем в хоккейную форму фигуристов. Фигуристов Не все те мишки олимпийские, что по стадионам ошиваются. Эту простую спортивную мудрость на собственном теле познала ямайская бегунья, которая по простоте душевной доверилась неизвестному косолапому после победного забега. А что было дальше, смотрите сами. Как говорится, в профессиональном спорте мелочей не бывает, даже если речь идет о мишках. Тем временем в Казахстане всерьез взялись за развитие малопопулярных видов спорта. В футбол-то всем охота играть. А из кого прикажете сборную по водному полу делать? Тех, кого решения спортивного руководства страны не вдохновляют, ждет сюрприз. Парочка цистерн с водой. И обычный футбольный матч уже мало отличишь от водного пола. Футболисты подобные инновации комментируют коротко. Слава богу, что водное поло, а не биатлон. Попробуй голы забивать, когда незнакомый дядька через все поле по мишеням стреляет. Если мы такие умные, то почему с троем не ходим? Подумали как-то японцы и тут же исправили это досадное недоразумение. Фигурное хождение с троем. Новый вид спорта, покоряющий страну восходящего солнца. Гениальность фигурного хождения очевидна. Никаких спортивных снарядов, кроме своих двоих, он не требует. Да и строить для него специальные стадионы абсолютно не нужно. Собрал в команду четыре десятка мужиков в пинжаках. И вперед! Говорят, новым видом спорта очень заинтересовалось командование российской армии. В планах генералов проведение в вооруженных силах России армейского троеборья. В которое вместе с фигурным хождением строем войдут художественная покраска травы в зеленый цвет и мытье плаца с мылом с зубными щетками на скорость. Ух ты! Сто баксов кто-то потерял! Хотя нет, показалось. Фантик от конфеты козел какой-то на лыжню кинул. Узнаю кто, рога поотшибаю. Ух ты! Сто баксов кто-то потерял! Да твою мать через колено! Опять фантик! Поймаю в снег, закопаю гада! Эй! Товарищ с конфетой в руках! Стой! Стой, зараза, я тебе говорю! Праздновать взятие ворот в футболе можно по-разному. Футболисты датского Норшелана делают это под девизом «Забил гол сопернику – забей до полусмерти пару-тройку товарищей». Зачем они это делают, наукой пока не установлено. То ли для того, чтобы соперникам не так обидно после пропущенного гола было, а может, для устрашения приезжей команды. Ведь когда бьют своих, чужие сильно боятся. Продвинутые турецкие программисты разработали мечту любого мужчины. Помесь компьютерного файтинга и футбола. За основу был взят легендарный Mortal Kombat. Надоело футбол смотреть, выбрал бойца, а дальше, как говорится, погнали наших городских. Выбираем нашим бокового судью и вперед! Вот это удар! Соня Блейд и Саб-Зиро обзавидуются! Вот, пожалуй, и все на сегодня! А дальше будет еще много интересного! Смотрите Спортвейн уже через несколько дней! Это будет весело!